как подключиться конференции зум с телефона три способа подключения конференции выбирайте удобный для вас и использую ролик получится достаточно длинный поэтому в описании ролика вы найдете тайминг можете посмотреть то что вам нужно способ подключения конференции определяет организатор этой конференции то есть человек который создает конференцию я сейчас создам конференцию создам конференцию через приложение я всегда это делаю через личный кабинет зум на сайте зум кнопка запланировать конференции позволяет вам выставить необходимые параметры вашей конференции кнопка новая конференция позволяет создать мгновенно сейчас конференцию с уже установленными настройками. Я запланировал конференцию, отключил пароли, нажимаю на кнопочку старт, сам подключаюсь к конференциям. Итак, конференция создана. Первый способ подключения, который мы чаще всего используем, это подключение по ссылке. Организатор конференции отправляет ссылку на свою конференцию. Сделать это можно разными способами. Нажать на копировать URL, можно нажать вот сюда, скопировать. Нажав на invite, приглашение, нажать на скопировать информацию для приглашения. И вот такое приглашение администратор отправляет участникам конференции. Отправить можно, как я это сделал, например, в WhatsApp. Отправил приглашение. Можно сделать по почте, можно в социальных сетях. Вот на свой телефон я получил сообщение в WhatsApp, что пришло что-то. Я сейчас подключусь к своему телефону. Я вижу, что мне пришло сообщение от пользователя с приглашением принять участие в конференции. Открываю сообщение, вижу ссылку на подключение к конференции. Нажимаю пальцем на ссылку, появляется окошко, которое спрашивает, чем открыть данную ссылку. Предлагают открыть эту ссылку с помощью приложения Zoom. Я выбираю только сейчас. Сейчас автоматически запускается приложение Zoom. Можно поменять имя, с которым вы подключаетесь к конференции и нажать кнопочку OK. Подтверждаю, что я хочу использовать звукоустройство. Как только я это нажал, у меня появляется возможность включать либо отключать микрофон. Вот сейчас у меня микрофон включен и все, что я говорю, слышат участники конференции. Нажимаю на микрофон. Вот микрофон отключил. Чтобы я сам слышал, что у меня происходит в конференции, в левом верхнем уголочке динамик. Вот сейчас я слышу, что говорят в комнате, но если я на него нажму, я перестаю что-то слышать. Вот это очень простой способ, очень быстрый, требует одного нажатия пальцем для подключения конференции. Этим способом конференции могут подключаться как зарегистрированные, так и не зарегистрированные с пользователем. Я сейчас выйду из конференции и подключусь немножко по-другому. То есть подключусь, просто введя номер этой конференции. Выхожу из конференции, подтверждаю, вышел. Второй способ подключения это ввести номер конференции. У каждой конференции есть номер. Организатор может отправить не ссылку, а может отправить только ID. Вот этот вот цифровой номер. Чтобы подключиться по ID, необходимо запустить приложение Zoom и в открывшемся окошке ввести номер конференции, к которой вы подключаетесь. Я сейчас этот номер скопирую, запущу Zoom. Вот так выглядит Zoom на телефоне Android. Нажимаю войти в конференцию. В поле идентификатор конференции вставляю скопированный мной ранее идентификатор, либо набираю его руками. Вот идентификатор скопировал, можно поменять имя, нажать на кнопочку войти в конференцию, чтобы подключиться. Подтверждаю, что с использованием устройства, у меня уже заработал микрофон, отключу его. Я стал участником конференции. Этим способом конференции также могут подключаться и зарегистрированные, и не зарегистрированные пользователи Zoom. Я сейчас выйду из конференции и покажу третий способ подключения. Третий способ доступен только для зарегистрированных пользователей Zoom. Когда вы запускаете приложение, у вас появляется приглашение войти в конференцию, пройти регистрацию, либо ввести свои данные для тех, кто уже зарегистрировался в Zoom. Пройдя абсолютно бесплатную регистрацию в Zoom и авторизовавшись в своем приложении Zoom, вы начинаете работать со своими контактами точно так же, например, как в Скайпе. Вы можете добавлять контакты, зная их регистрационные данные, то есть зная их адрес почты. И приглашать людей в конференцию уже можно по-другому. Не отправляем никакие ссылки, не отправляем никакие идентификаторы, а просто нажав на кнопочку «Звонить», точно так же, как в популярном приложении Skype. Но для этого нужно быть зарегистрированным пользователем. Регистрацию вы можете пройти через приложение, нажав на кнопочку «Регистрация». Но лучше и проще это сделать непосредственно на самом сайте Zoom. Прохожу бесплатную регистрацию и получаю свой логин и пароль. У меня этот логин и пароль есть, поэтому я просто их введу и войду в систему. Нажму «Войти в систему», адрес, пароль, вошел в систему, пароли не сохраняю. Я сейчас являюсь зарегистрированным пользователем Zoom. Чтобы меня могли приглашать в конференцию просто видеозвонком, я должен обменяться своими данными с организатором. Вот эта методика подключения к конференции, она очень удобна для тех, кто приглашает в конференции одних и тех же людей. Например, учеников, те люди, с которыми вы регулярно общаетесь. Первые два способа позволяют приглашать людей, которых вы не знаете, создавать большие конференции. Но благодаря контактам можно просто общаться с какими-то постоянными своими контактами. Как добавить контакт, я вам сейчас покажу. Запускаю приложение Zoom. Из главной странички, с домашней, перехожу на страничку «Контакты». Вот контакты, которые у меня уже добавлены. Я вижу, что сейчас один из контактов у меня не в сети, а один контакт в сети и находится с телефона. Я могу с ним пообщаться в чате, либо сделать ему видеозвонок. Но я добавлю новый контакт, нажимаю на плюсик «Добавить контакт». И вот сюда ввожу адрес электронной почты. Адрес добавлен. Нажимаю на кнопку «Добавить контакт». Авторизованному в Zoom клиенту отправляется сообщение на добавление в контакт. Нажимаю кнопочку «Ок». Отключусь опять от этого компьютера. Снова подключусь к телефону своему. Перейду в приложение Zoom. И вижу, что у меня в приложении Zoom появилось сообщение «Запрос контактов». Открываю, кто меня запрашивает. Добавлять в контакты Игорь Черноусов. Нажимаю на кнопочку «Подтвердить». Контакт добавлен. В списке контактов появился новый контакт. Игорь Черноусов. Как пообщаться с человеком из списка контактов. У вас должно быть запущено приложение у обоих, как в скайпе. На страничке контакта я вижу свои контакты. Вижу, что вот, например, приложение VivaStar сейчас в сети и сейчас оно с телефона. Я могу написать что-то в чат этому человеку. Могу сделать вызов этого человека на конференцию. Нажимаю на значок вызова. Вот такое сообщение мы видим у себя на телефоне. Вы можете отклонить, можете принять и подключиться к конференции. Я нажму «Отклонить». Точно так же вы можете вызвать из телефона любого человека, который является в списке ваших контактов. Переходим на телефонную страничку «Контакты». Вот контакты, которые у меня сейчас есть. Открываю этот контакт. И вы можете ему позвонить на телефон. Можете вызвать его в конференцию, нажав на значок «Конференция». Благодарю вас, что досмотрели данный ролик до конца. Успехов! Будут вопросы, пишите их в комментарии.